МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вне бюджетных вложений – 70%. Работа в этом направлении активизирована и в Ненецком округе. Как отметил на еженедельном совещании заместитель губернатора Алексей Кайдалов, переселение жителей из домов с высоким уровнем износа на сегодня главный приоритет в сфере строительства. Я хочу обратить внимание руководства города с тем, что данная проблема у нас очень серьезная. И без привлечения федеральных средств в ближайшей перспективе осуществить все мероприятия по расселению не представляется возможным. Это только за счет окружного бюджета. Для того, чтобы ускорить процесс расселения из ветхого и аварийного жилья, администрации Ненецкого округа в июле текущего года принят ряд решений. Помимо строительства многоквартирных домов за бюджетные средства, округ готов покупать квартиры по договорам долевого участия, а также компенсировать гражданам покупку жилья в других регионах. По данным государственной статистики, на 1 января 2016 года на территории округа зафиксировано 113 аварийных домов. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме назначен руководитель. Образовательное учреждение возглавит Оксана Данилова. Кандидатура руководителя, прошедшего специальную подготовку по развитию компетенций и навыков управления в сфере образования, была выбрана из резерва кадров Ненецкого округа. Обновление кадрового резерва управленцев было инициировано главой региона Игорем Кошиным. В кадровый резерв Ненецкого округа Оксана Данилова была включена в мае 2015 года. Как специалисту со стажем, имеет опыт работы на предприятиях, в подразделениях федеральных органов власти, на госслужбе, Оксане предложили пройти тестирование на наличие профессиональных знаний и личностных компетенций. Они играют важнейшую роль для будущих руководителей. Всех кандидатов, прошедших тестирование, отправили на дополнительное обучение по программе государственное и муниципальное управление. Хорошая программа, которая помогает найти именно людей в дальнейшем, которые будут занимать руководящие должности. Я очень благодарна тем людям, которые создали этот кадровый резерв, за ту возможность, что дали обучаться. Спустя год после обучения – назначение на руководящую должность. В начале августа Оксана Данилова возглавит Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волкова. В техникуме девушка получила образование бухгалтера-экономиста. Затем 9 лет преподавала экономические дисциплины. Возвращаясь в свое учебное заведение, в свое родное учебное заведение, конечно же, это поддержание того имиджа, который сегодня есть, который создан предыдущими руководителями, в частности, это Коткиной Людмилы Макаровны, Медведевой Галины Брониславовны. Ну и, конечно же, это новшество, которое сейчас уже диктует наше время. То есть это и обучение ребят по тем специальностям, которые сегодня востребованы на рынке труда, прежде всего у нас в регионе. Ну и, конечно же, в соответствии их тем профессиям, которые актуальны. Тут 50 специальностей, которые на сегодня предлагает нам министерство. Резерв управленческих кадров формируется в Ненинском округе с 2008 года. Основная цель программы – замещение руководителей в окружных организациях и органах государственной власти. С начала формирования резерва на руководящие должности назначено 18 человек. Весной текущего года список пополнили 22 специалиста в области образования и здравоохранения. Сегодня в резерве потенциальных претендентов на руководящие должности более 40 кандидатов с опытом работы в различных сферах. Работа с кадровым резервом по формированию кадрового резерва ведется нашим управлением постоянно. И хочу сказать, что каждый может принять участие и попробовать себя. Требования к кандидатам предъявлены нормативными правовыми актами нашего региона. В первую очередь это требования к возрасту, он должен быть менее 50 лет. Обязательно наличие высшего профессионального образования. Обязательно наличие управленческого опыта хотя бы по управлению проектами. Ну и лидерские, организаторские качества. Сегодня в кадровом резерве ждут специалистов в сфере образования, строительства, социальной сферы. Чтобы стать участником резерва управленческих кадров, необходимо отправить резюме на электронный адрес управления Государственной гражданской службы и кадров аппарата администрации округа. Тем, кто прошел отбор по резюме, предлагается пройти тестирование. В дальнейшем с заявителем работает комиссия, которая принимает окончательное решение о включении гражданина в кадровый резерв управленцев Ненинского округа. Елена Семеновичева, Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал Север. Бригада врачей обследует оленеводов общины Канин в период празднования Дня оленя. Два дня, 31 июля и 1 августа, оленеводов и чумработниц будут осматривать специалисты Центральной районной поликлиники. В состав команды вошли два врача общей практики, педиатр, специалист, УЗИ диагностики, зубной врач, медицинская сестра, а также флюорографический отряд. Как пояснили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты Ненинского округа, обследование кочующего населения в период праздника позволяет оказать медпомощь большему числу жителей, поскольку бригада оленеводов и чумработницы съезжаются к месту празднования Дня оленя. Медосмотры уже прошли оленеводы СПК ЕРФ, семи народовые общины Ямпто. В случае выявления патологий, требующих серьезного лечения или дополнительного обследования, пациенты направляются в Наринмар вместе с врачами. Как показывает медицинская практика, чаще всего жители Тундры страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания имеют проблемы со зрением. В последние годы стали выявляться нарушения обмена веществ, диабеты и ожирения. Доставят в стойбище и походные аптечки, в которых есть все необходимое для оказания экстренной медицинской помощи, а также детское питание, лекарства для хронических больных, состоящих на учете в Несской участковой больнице. Местная продукция на каждом столе. В селе Оксино собирают первый урожай. Наша съемочная группа побывала у садоводов-любителей и оценила цветущие грядки. Объединить всех местных товаропроизводителей. В Наринмаре продолжается строительство первого сельскохозяйственного рынка. Экспозиционный комплекс «Пустозерский острог» и окологородная «Самаять» будут построены в 2018 году недалеко от центра арктического туризма. Предполагается, что в рамках проекта будут построены крепость, дом воеводы, съезжая изба и многие другие исторические сооружения. Администрация Ненецкого автономного округа на заседании во вторник утвердила распоряжение о бюджетных инвестициях в этот объект. Реализация инвестиционного проекта предусматривается в 2016-2018 годах. Общая стоимость реализации инвестиционного проекта 153 млн 635,1 тыс. рублей. В том числе строительно-монтажные работы 143 млн 525,7 тыс. рублей. Проектно-изыскательские работы 10 млн 109 тыс. 400 рублей. Ранее предполагалось, что экспозиционный комплекс, посвященный истории первого русского города в Арктике, будет построен в деревне Устье. Однако летом 2014 года власти округа решили возводить его в Нарьинмаре, чтобы он стал более доступным для большинства жителей и гостей нашего края. Строительство комплекса на историческом месте, где несколько веков назад был срублен Пустозерск, невозможно. Пустозерское городище – заповедная территория федерального значения, где запрещены любые застройки. Более 50 культурных растений, 30 видов цветов, фигурки любимых сказочных героев, чудо-мельницы, садовые фонтаны и пруды. Это не описание пятизвездочного отеля на берегу моря. В такой сказочной обстановке живут большинство жителей села Оксино. В 40 километрах выше Нарьинмара, на реке Печора, жители большого села с большим успехом выращивают овощи и превращают свои садовые участки в настоящие произведения искусства. О тех, кто создает сказку своими руками, расскажет Любовь Пермякова. В 40 километрах от города Нарьинмара находится одно из самых древних в Ненецком автономном округе сел – Оксино. Первые упоминания о нем встречаются еще в 1574 году. На тот момент село представляло собой небольшую территорию, жители которого занимались рыбными и прочими промыслами. Но время шло, поселение развивалось. В настоящее время Оксино – это центр муниципального образования Пустозерский сельсовет Ненецкого автономного округа, в который входят еще деревня Каменка и поселок Хангурей. Всего на территории муниципального образования проживает более 400 человек. Руководит Пустозерским сельсоветом с 2013 года Сергей Александрович Задори. Он для нас провел экскурсию по селу. Чистые улочки, цветочные клумбы, ухоженные дома. Но есть и такие сооружения, которые не вписываются в уютный деревенский ансамбль. Это здание строилось примерно более 20 лет назад. Здесь планировали разместить, построить детский сад. Предусматривался даже строительство бассейна здесь. Но, к сожалению, те тяжелые годы, которые были в 90-е, здание заморожено. И вот он уже на протяжении длительного периода стоит посреди села, занимает определенное место. Уже планировали рассмотреть вопрос по использованию в другом назначении. Производили обследование фундамента. К сожалению, фундамент даже и в одноэтажном формате использоваться не может. По словам Сергея Задорина, окружные власти должны принимать решение о сносе здания. После ликвидации недостроя руководство села Оксино планирует отдать эту землю для индивидуального жилищного строительства. Рядом с неудачной стройкой здание, которое радует глаз. Это физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для игровых видов спорта и современными тренажерами. Комплекс уже функционирует. Как жители восприняли это? Открытие этого здания. На ура! Как раз мы когда был день открытых дверей, собралось очень много народу, переполнено все здесь. Мы с Людмилой Юрьевной здесь, с хозяиновой, открыли речь свою, сказали именно о тех людях, кто начинал строить. Именно громаднейшая работа – это 33 тысячи тонн только довезли песка с сухой печуры для того, чтобы отсыпать. Стоимость сооружения – 46 миллионов. Это же громадные суммы. Они оправданы? Я думаю, что оправданы. Почему? Потому что за тот период, который я наблюдаю, я практически каждый день ходил, тренировался, вспоминал, как настольный теннис играл. Постоянно здесь народ, волейбол от мала до велика. В день, по словам Сергея Александровича, ФОК посещает до 60 человек. Нареканий по строительству компании-подрядчик «Устрой-Универсал», которая возводила ФОК у администрации и жителей, нет. Одна из проблем жителей села Оксина и моих детей – это проблема ФОКа нашего, так как его официально уже открыли, но он полноценно не работает. Нет, естественно, тренеров, которые могли бы тренировать наших детей, чему-то обучать. По словам местных жителей, желающих прийти работать в новое здание много, просто штат сотрудников до сих пор не утвержден. Сейчас на весь оздоровительный комплекс приходится один специалист, совмещающий несколько должностей. По информации Департамента образования, культуры и спорта Ненинского автономного округа, беспокойства жителей Оксина напрасны. К новому учебному году совместно с Ледовым дворцом спорта «Труд» именно в его ведомстве находится комплекс, штат сотрудников будет утвержден. После всех строительных доработок планируется утвердить штат и нового музейно-библиотечного комплекса. Трехэтажное здание в стиле избы XIX века пока тоже пустует. Несмотря на ряд проблем, оксинчане жизнью в селе довольны. С каждым годом быт сельчан улучшается. В прошлом году были отремонтированы два многоквартирных жилых дома. Им поменяли крышу, утеплили полы, обшили сайдинга. Всю зиму у нас была такая теплень, как у нас даже окна мы не закрывали. Так было тепло хорошо. Тепло в доме Трифены Федоровны обеспечивает не только стены, но и котельная. Это одна из котельных, которая принадлежит Севержилкомсервису. В прошлом году предприятием была проведена модернизация, заменены два котла на один большей производительностью. Зима показала, что именно данные действия привели к тому, что в домах уютно, тепло, хорошо. О домах заботятся и сами. Ксинчане красят, белят, украшают. Особая гордость жильцов при усадебной участке. Летняя сказка, так можно сказать про огород Валентина Акимовна Поздеева. Чего тут только не растет. Огурцы, помидоры, петрушка, перец. А цветы – это особенная гордость хозяйки. Настурция, герань, ноготки. Каждое утро хозяева этого дома собираются за семейным столом, попить чай и самовара. А внуки особенно рады клубничке. Чтобы порадовать близких людей такой красотой и обилием культурных растений, нужно приложить немало усилий. Каждый день справиться с большим объемом работы на участке Валентине Поздеевой помогает любовь к земле и своему делу. Каждый день приходится, да, работать? Ну а как же, надо же поклониться земле, любить ее, уважать. А если не пообщаться, так ничего же, расти не будет. А разговариваете, да, еще с землей? А как же, а как же. Вот ты каждый раз подходишь, вот как ребеночек, что вот ты расти, говорю, вот не болей, я уж помогаю, стараюсь. И южные растения всякие тут. Сказку-то надо ведь делать своими руками. Я как вспоминаю, чтобы рыбку поесть, без труда не выложишь рыбку из пруда, а чтобы молочко попить и картошку поесть, надо поработать. С марта месяца хозяйка огорода выращивает рассаду. В мае вскапывает огород и высаживает в теплицу и на грядке проросшие растения. Своим гостям Валентина Акимовна с гордостью показывает богатый урожай. Вот лучок у меня, вот это лук. В прошлый год я два с лишним ведра сняла лука, чеснок, пусть он даже как однозубка называется, не могу вот так вырастить, чтобы она делилась, но довольно-таки очень ароматная. Муж любит, он каждый раз в обед берет головочку чесночка, пожалуйста, лучок, картошечку вот сняла, тут перец, огурчики. Вкусные и полезные растения на небольшом участке окружены особым дизайном огорода. Талант не только к выращиванию, но и к изготовлению всякого рода красивых изделий есть у всего семейства Поздеевых. Кроме статуэток и декоративных ансамблей есть особенные вещи. Любимый муж Валентины Акимовны сплел своими руками огромную корзину для цветочной клумбы. На будущий год у хозяйки дома ее супруга уже много творческих планов. Главное, считает Валентина Акимовна, делать все с душой. Делают все с душой соседей семи Поздеевых. Избушка Баба-Яги, искусственный пруд, волшебные феи украшают огород семи Макаровых. Это семейное творчество из дерева и пеноплекса. В огороде хозяиновых бьют фонтаны и благоухают цветочные арки. А у Богдановых, кроме клумб, есть вольеры для домашних животных. Живут сытно. Телят пять и корова, куры, гуси, два гуся. А кур я тех не знаю много. И там три кролика. Трудно ухаживать? Да не так, бывает, когда трудно. Ну так ничего, сносно. А кто помогает вам? Дети. Детей у Алексея Александровича много. Семеро. Внуков четырнадцать. Свежее молочко, яйца, сметанки хватает не только многочисленному семейству. Остается и на продажу. Когда на население ходят, когда приезжают в отпуск, люди берут то молоко, то просохлашивают. Когда сливки гоним. Алексей Богданов уже более полувека живет в Оксино. А хотели бы когда-нибудь уехать из Оксино? Куда? Ну что, куда-нибудь здесь? Видите, как хорошо. Не было бы комаров, лучше было бы мыть. А так хорошо здесь. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Сейчас идут работы по закладке закладных деталей, анкерные болты. Для Виктора Хабарова это не первая стройка в жизни. За всю трудовую деятельность предприниматель руководил не одним подрядом. Но это здание совершенно не похоже на все предыдущие. Как по архитектуре, так и по содержанию. Здесь будет располагаться первый в Ненецком округе сельскохозяйственный рынок. В нашем регионе достаточно представлены производители рыбной, мясной продукции, молочной. Также сейчас идет тенденция у предпринимателей по восстановлению сельского хозяйства, в том числе рыбалка, фермы и тому подобное. То есть эта тема актуальная, но нет места, где это было бы все сконструировано. По словам Виктора, сегодня, чтобы закупить продукты для семьи, приходится обойти не один магазин. Местные – мясо, рыба, овощи, молочные продукты и выпечка продаются в разных точках. Идея рынка – объединить всех производителей и продавцов сельхозпродукции под одной крышей. Два этажа в 1200 квадратных метров станут первой специализированной торговой площадкой для сельхозтоваров. В специализированной, потому что строительство проводится с учетом федеральных стандартов. Кроме того, здание будущего рынка рассчитано на эксплуатацию в условиях Крайнего Севера. Подобные проекты сооружений есть в Красноярском крае. Здание будет собрано из сэндвич-панелей на основе металлоконструкций. Они уже закуплены на средства гранта. В мае Виктор стал победителем окружного конкурса грантов и получил на реализацию проекта 1 миллион рублей. Приоритет – это, конечно же, сельские населённые пункты, приоритет – это обрабатывающее производство, приоритет – сфера образования, медицины и персональных услуг. Следующий конкурс мы планируем провести в июле-август. Пока идёт стройка, Виктор думает о потенциальных арендаторах. Занять торговую площадь уже сегодня планируют окружные и сельские предприятия, фермеры, рыбаки и мастера народных промыслов. На этом пока всё. Увидеть новости можно и на нашем сайте. Адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова